Волатильность по биткоину продолжает повышаться, доминация давайте глянем, аналогичная ситуация, да, в принципе, доминация эфира тоже постепенно у нас начинает расти, параллельные альты биткоин за собой подтягивает, доминация бин-бин немножко ослабла, но это не помешало ей расти. Якобы доминация альтова ослабевает, но это все херня, и как мы наблюдаем, доминация USDT уже пробила эти отметки и падает вниз, то есть говорит о том, что сейчас у нас на данном этапе, в принципе, могут делать какой-то мини-альт сезон. Проект, доказавший свою честность и надежность в моих глазах, это TheStake.io. На данном проекте ни словом, а делом, за пару недель я заработал свыше 4x. Начав с изначального капитала в 4 600 долларов, теперь мой вклад уже 18 800 долларов. Это и вправду передовая технология, приносящая большую прибыль своим вкладчикам за счет пулов стейкинга на эфире. Подтверждающая транзакции в сети эфире, комиссию с данных транзакций проект отдает вам в виде прибыли. Проект на этапе активного привлечения своих постоянных партнеров, поэтому отдает 80% прибыли со стейкинга своим вкладчикам, оставляя себе всего лишь 20% для максимального привлечения аудитории. Проект уже набирает серьезный вес и после набора нужного количества партнеров, проект, скорее всего, понизит процентную ставку для остальных. Я лично заработал с данного проекта более 14 000 долларов чистой прибыли постоянными вводами и выводами своего баланса. Так что проект полностью проверен, можете доверять без проблем. Жадность, естественно, возрастает, но как бы жадность, я бы сказал бы сейчас по биткоину эфиру по большому счету, но по остальным альтам пока еще люди не раздуплились, но раздупляться когда-нибудь давать 10x выше. Уже биткоин отскочил на 35%, знав 38 555, да, и в принципе стоит уже в районе 52 000 долларов. Пока многие ждут дальнейшего обвала, то мы понимаем, что обвал пока что не близится и здесь в моменте даже было 2825 и в принципе многие разочарованы, многие там очарованы, может быть. И в принципе может ли быть коррекция какая-то локальная, а может быть небольшой откат, я этого не исключаю, могут специально сейчас показывать какой-то выход, да, потом еще раз лонги финально уже сбрить. Но опять же таки я бы на это особо не рассчитывал, потому что большинство сейчас ждут эту коррекцию, потому что они проебались очень жестко и я об этом предупреждал, что те, кто не закупится, вы проебетесь. Ну и в принципе BNB уже, как мы наблюдаем, пидоид дальше наверх, уже 340 долларов, и дно мы вероятнее всего уже прошли уже практически плюс 70% от дна. Кто захотел, тот закупился, кто нет, тот делился, да, вот такая вот аифма у меня сегодня. И соответственно дальше у нас GRT тоже продолжает пидоид наверх, уже в принципе он сожрал ту коррекцию, которая была. По 1 и 4 аналогичная ситуация, то есть многие монеты, которые корректировались, они уже практически вернулись на те же отметки, откуда эта коррекция и была. А потому что людишки увидели постфактум, что типа, а, ну да, точно, монета восстановилась, надо покупать, они, естественно, будут брать по тем же отметкам, а то и выше. Вот и все, поэтому либо будут так сидеть дальше и наблюдать за ситуацией, ну а по факту мы понимаем, что это бесполезное абсолютно занятие. Почему? Потому что, ну, ты либо покупаешь, да, частями не ебешь мозги, либо ищешь идеальную точку входа, чтобы зайти всей котлетой. Ну а вот это котлетчики, которые там сидели, да, и ожидали 35 тысяч, 32. Многие блогеры, кстати, мне написали в комментах, вот, Саня, ты в БК перебылся, подкаст записывал в Телеграме, можете послушать на минуту там. По поводу того, что, да, действительно, как бы я уже сказал, что я за бычий рынок, уже бычая фаза зарождается, есть и там определенный фактор, я уже перечислял миллион раз, какие, пересмотрите предыдущие ролики. Ну и, в принципе, я говорил самое интересное вот здесь, когда мы падали вот здесь вот, и я говорил, что, скорее всего, те же 38 не дадут, и вот этот негатив, что был последние 3 недели, а то и месяц, вот здесь вот, да, начиная с вот этой коррекции, когда мы с января падали, то есть месяц, буквально, я говорил, ребят, в этом диапазоне покупайте, здесь, тем более, перевернутая голова и плечи, насколько вы видите, да, то есть, тут было раз-два и раз-два, и полетели. Это первое, что я говорил, второе, много негатива за последний месяц, 90% новостей были негативные, и большинство людей в комментах, в чатах, особенно в СНГ, да даже в англоязычных, они топили за падение, вот и все. Вот, и самое интересное, действительно, вот здесь многие ожидали 35, 32, а я говорил, даже 38, скорее всего, уже не дадут, и тем более, какие нахер 35, 32 без Черного Лебедя, то есть, вы надеетесь серьезно, что вам сейчас дадут, там, ту же коррекцию, я не знаю, в 40% там или больше, 30% это была реальная коррекция, но, в принципе, это как раз и было бы те же, там, 33, 32, но, по факту, так как многие уверовали, плюс в новостях начали появляться заголовки, что ждите 35, Артур Хейс вышел, сказал сначала, я жду диапазон 30-35 тысяч, а потом, когда мы стукнули 50-52, он переобулся и сказал, не, обновления лоев не будет, я уже жду перехай. Вот и все, вот так это и работает, понимаете, я говорил вам, и тот же, кстати, Артур Хейс, самое интересное, вот здесь на днище по биткоину по 15 тысяч, говорил, что это дно покупайте, вот здесь, когда был там ноябрь, декабрь, январь, но самое интересное, я говорил, что в один прекрасный момент они вас обуют, они вам дадут верные прогнозы, а потом они вас обуют, ну, вот они толпой обули и, в принципе, переобулись, что называется, да, а многие мне говорят, ты, типа, переобулся, так я переобулся не по 52 тысячи, я вот здесь сказал, что, ребята, ниже не дадут, надо покупать, и вот эти три недели и месяц я вам трубил, начиная с середины января, когда рынок начал падать, что покупайте, 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 альткоины, ну, кто хочет биток может покупать, Можно было эфир по 2200 взять В том числе, если кто хотел Это сделать, то есть офигенные отметки Тоже коррекция была в районе 20% Что по витку, что по эфиру, вот и все Вы могли отлично, ну, заработать И, ну, как бы, в принципе, закупиться Ну, а кто не посчитал нужным Кто посчитал нужным, послушать Других олухов, да, которые вам говорили, что Давайте, ребята, не-не-не, сидим дальше Ждем там и так далее, ну, в принципе, ждите Дальше, что я могу сказать, потом будете заходить На хаях в 25-м году, а даже если Сейчас дадут, опять же, те же отметки Либо ниже, все равно большинство не закупится Потому что большинство, во-первых, нечем закупаться Во-вторых, они просто забоятся, обосрутся, а то и в минус Продадут, понимаете, и не будут ничего покупать Поэтому ничего абсолютно не меняется Ситуация абсолютно такая же, и многие говорят Вот ты перебулся, ну, так, блядь Многие блогеры перебули сейчас по 50-52 А не когда я говорил, что Здесь это разворот, и покупайте вот этот Месяц, понимаете, а сейчас многие Увидели 52, когда мы сделали перехай Вот 49 тысяч, и такие сказали А, ну да, все, сейчас летим на 60 тысяч На перехай, на 200, там на 100 тысяч На 500, на миллион Понимаете? Вот в чем прикол И спустя постфактум, спустя уже месяц Они вам об этом сказали А я говорил наоборот, покупайте, покупайте Можете посмотреть каждый мой ролик, который я делал За последний месяц, я говорил, покупайте альты Покупайте альты, покупайте альты Ниже, скорее всего, не дадут, ниже не будет Сейчас толпу нагнетают, что будет ниже, не надо сейчас ждать ниже Покупайте, покупайте Но мне сказали, нет, Саня, ты тупой Мы подождем 32 тысячи Ну и что, дождались Вот, поэтому, ну и в принципе Даже если их дадут, вот прямо сейчас Хоть сегодня их дадут Большинство не купят Потому что, как я уже сказал Либо забоятся, либо будут ждать ниже Либо будет распродаваться минус Либо там не о чем закупаться Вот и все Ну а те, кто купят Их будет там потолок процентов 10 Вот и все Поэтому Ни хера абсолютно не меняется Альты у нас постепенно уже начинают отталкиваться Одна Ну вот XDC еще пока что можно взять Верч уже постепенно тоже отталкивается Ну то есть мы видим, что альты будут вот так вот безоткатно лететь И потом вы хер зайдете Я об этом предупреждал Я предупреждал Ну уже вот биток попер Уже 52 тысячи Плюс 35 процентов А 38,5 Здравствуйте Вот, поэтому, ну те, кто там сидит, ждет Выцеживает идеальные отметочки Можете сидеть, ждать дальше Что я могу сказать И ожидать идеального дна Вот, Вичейн уже попер очень жестко Ну и в принципе многие спрашивали Блядь, Саня, а может это Плюс 50 процентов Здорово Вот так вот Ну и на изи, так что называется Да, и продолжаем мы лететь На шахтах, то есть большинство олухов продолжают шахтить Не знаю, летим мы на шахтах по вет Ну давайте ради интереса глянем Самые большие шахты были 11 февраля Не знаю, почему, кстати, не вчера 11 февраля это было вот здесь вот Хотя тут, я не знаю, не такая большая палка А здесь, ну особо ликвидации шахтов нету Сколько там, 200 тысяч, 100 тысяч Ну а вот здесь, не знаю, почему там ликвидация такая большая была Кто там что ждал Хотя здесь даже не пробой уровня Не пробой уровня Ну тут локальный, может, какой-то уровень был Но по факту я не увидел, что там какие-то лютые ликвидации Поэтому уже плюс 50% от донных значений Ну хорошо, даже если взять отсюда Плюс 30-40, ну то есть примерно плюс Ну да, плюс 45% примерно можно было забрать Поэтому те, кто там сидит, выцеживает Даже плюс 55 уже Те, кто там выцеживал и говорил, что вот Я не буду покупать Нахер мне надо Цена падает Я говорил, ребят, покупайте вот в этом диапазоне Потом будет прорыв этого треугольника Вы хуй зайдете Вот то же самое вот здесь Я предупреждал, вот это может быть бычья формация Которая прорвется потом наверх Что по Солане Я об этом говорил, что по Вету Вот, тоже самая формация Что по Линку В том числе, я говорил, ниже 13 долларов не дадут Ну и как мы видим, уже у нас 4Х по Линку Ну те, кто там сидят, ждут Ребят, ждите, ждите дальше ниже Ждите, ради бога Ну то есть можете не слушать меня Можете не слушать других разумных людей Которые говорят вам закупаться Вот такого тоже там поперло уже, видите Говорил, покупайте Хопа, плюс 35%, здорово Ну то есть, понимаете Людям, ну пока они не увидят роста Они будут сидеть и ждать Вот, бесконечного чего-то Понимаете, не знаю чего Ну, наверное, хайов 25-го года Хотят дождаться Вот, тоже сайф пал Говорил, покупайте Ниже, скорее всего, не будет уже Хопа, уже восстановились на те же отметки Ну то есть Ну, человеку сказать 100 раз Только намекнуть Вот реально, эта цитата Просто отрабатывает на все 100% Продолжает у нас альты пейть И я закупался вот этот месяц Просто по-лютому И я об этом отписывал в закрытом клубе Говорил, что, ребята, покупайте Но некоторые альты еще можно взять Вот Zcash постепенно стартует Совпадение, да? Какое совпадение? Они же не дали Как же так? А некоторые, я слышал, ждут По 17, по 15, по 10 долларов Ну, ждите хули Вот, получается Плюс 13% Уже за 21 доллар Тут за 20 долларов Мы закрепились Поэтому далее Dash Давайте глянем Ну, пока что еще не стартануло Dash можно взять Ну, Zcash тоже не проблема Вот, Monero тоже Многие топят Говорят, что, типа, то нахер Надо его покупать Там, то ты шо Туда-сюда Там, ну, вот уже стоит Ну, сколько здесь Около, получается, 8 дней Даже там чуть больше Даже 9 дней Стоим мы в накоплении Но большинство людей Все равно будут сидеть Выжидать идеальных отметок Но, как мы видим Кстати, мы лои не обновили Это специальный откат Чтобы донабрать позицию Уже по этому фитилю это видно Вот у нас было здесь Двойное дно Даже тройное И после этого улетели То есть И ситуация постоянно повторяется Ни хера абсолютно не меняется Да, ситуация повторяется Ни хера не меняется ZEN тоже постепенно Начинает стартовать Ну, опять-таки RIF тоже уже пошел И уже не то, что на низком старте А уже начинает свое движение То есть Люди будут сидеть ждать Ребята Они будут ждать и на бычьем рынке В 25-м году То есть Когда уже наступит истинный сезон Они будут так же сидеть и ждать Просто запомните мои слова Они так же будут сидеть То есть SXP Дальше Ну, SXP Пока еще можно взять Вот тоже там накопление Ну, другие монеты Там тоже там Neo Q Там я вот, кстати Опрос проводил Покупайте ли в Neo Ну, люди сказали нет Большинство 90% там не покупают Плюс 20% ожидал Опять-таки Это копейки Понятное дело Ну, в долгосреке Вот Q Там тоже, скорее всего Шахты вынесли Давайте глянем Что там было Ну, нет Кстати, не вынесли Но почему там был Какой-то АЭС-кий памп Ну, скорее всего Может быть, собрали Просто гласноут не показывает Ну, в принципе Как мы наблюдаем На данном этапе Сколько может Q Там дать Даже с текущих Ну, я же говорю 10X Это самое минимальное Но если вы откупали Вот этот весь диапазон Опять-таки Можно было тоже Хорошо заработать Вот этот канал Как мы наблюдаем Тоже здесь был Такой нисходящий каналчик Ну, примерно вот такой вот Сужающийся И после этого Выход наверх Поэтому Везде плюс-минус Аналогичная формация Люди сидят Чего-то ждут Ждут Моя погода Вот Астар Тоже там Отрос на 5,5X В моменте АМХ Тоже там Многие сидели Ждали чего-то Далее АМХ уже Сходил на 6X Кстати, монета ОМ То, что я ее показывал Давайте глянем Ну, тут идет разгрузка В моменте было Если вы брали вместе с нами То около там 12 Там может 13X Даже 13,5 Может даже 14 Если вообще на дне То чуть ли не 20X Ну, сейчас коррекция В принципе, я Не спешу продавать Потому что есть еще куда лететь И эта монета Может вполне показать Здесь и 20 И 30X И так далее Поэтому Я буду ждать 25-го года О том будем посмотреть Ну, скоманется Она укатается Да, ради бога Ну, то есть Для меня Цель это Сидеть до 25-го года И смотреть Как альты покажут Это такой даже Своеобразный эксперимент Для меня Дальше Та же Юма Допустим Да, как мы наблюдаем Ниже тоже тут не дали И в принципе Коррекция 42% Ну, 40-50% Вполне закономерная коррекция Поэтому Здесь дала Она 5X И опять же таки Я ее не продаю То есть Не вижу смысла Я ее продолжаю холдить Почему? Потому что Мне не интересны такие профиты Мне интересно Как я и говорил Сказать, что ниже не дадут Юнисваб Пидорит наверх Ну, закупили? Нет Ну, молодцы Что могу сказать Если закупили То красавцы А если нет То Как бы вы понимаете Если нет То нет То на нет И суда нет Что называется Да, поэтому Ну, как бы На данном этапе Большинство будут сидеть Выцеживать и ждать Опять же таки Они будут видеть рост Но Как бы Ситуация никак не меняется То есть Я говорил Тоже тут БСВ покупайте Ниже 9 центов Сказать, что не дадут Хотя многие скажут Так тут же Типа голова-плечи Вот так вот примерно Но по факту Мы понимаем Что могут специально Их отрисовывать Ради того Чтобы вы Не закупали Вот и все Вот для чего это делается Потом там Не знаю М-бокс Давайте глянем Что там по м-боксу Ну, м-бокс тоже Там немножко подлетел Ну, ничего критичного Опять же таки В глобальном плане Даже если вы сейчас купите Все равно Может быть Можно заработать Десятки иксов Но по факту Ну, вы же понимаете Идеальную точку хода Вы скорее всего Провтыкали уже Вот По поводу ЕРН Пока еще не улетела Джасми Джасми постепенно Пытается стартовать Ава Есть такая монета еще Давайте глянем Ава Ну, пока Ава не улетела Ата Есть еще такая монетка Но тоже постепенно Стартует Видите Вот такими вот Мелкими свечами Ну, пока еще Плюс 15% Это фуфил То есть, опять же таки Даже если покупать С текущих Не критично Здесь сколько Можно будет заработать 10-15 Может до 20 иксов Если перехай То может даже 50 иксов Ну, кто знает Опять же таки Тут никогда не угадаешь Поэтому тут надо следить За монетами За кошельками китов Что я успешно и делаю Ну, и даю рекомендации В закрытом клубе Ну, и давайте покажу вам Интересный момент В поводу того Что вот биткоин Достиг нового максимума У нас в Японии И на фоне падения иены До 33-летнего минимума Получается взлетело На 7819 иен В долларах Я так и не понял Сколько это Можете написать в комментах Ну, и в принципе В настоящее время Торгуется 52 тысячи Ну, и по факту На фоне инфляции Биткоин взлетел Выше отметок каких надо Ну, и естественно Это подстегивает толпу Что типа давайте покупайте Ну, как мы понимаем Естественно на хаях Сейчас биткоин по 52 Такое себе покупать Да, вы скажете Ну, если он будет 150 Это что икса Ну, ребят Выгоднее реально Альты купить Которые еще не улетели Чем покупать биткоин сейчас Ну, биткоин надо было покупать Если вы хотели по 40 тысяч Можно было взять месяц назад А если вы сидели Ждали ниже Ну, это ваша проблема Вот и все Еще интересный момент Хотел показать Что у нас графика Файлкоина и дивайдикса Похож Вот тут у меня, кстати Ради интереса Почему похож Потому что здесь была Аналогичная ситуация Если открыть Посмотрите Вот похожий график Вот, если взять К примеру Тот же файлкоин Ну, вот берем Отсюда досюда К примеру Заходим на тот же дивайдикс Ну, давайте сначала Покажу здесь Потом перейдем туда Покажу Вот, соответственно У нас Сейчас продвинемся Вот, получается Такая же ситуация Здесь повторяется И может улететь Он вот так вот И вплоть до вот таких отметок Я не думаю Что прям 200 баксов Но, в принципе Если перейти На тот же дивайдикс Сейчас вам покажу Здесь получается У нас Ну, похожая ситуация Вот у нас файлкоин Как он был в начале И, соответственно Что у нас было По остальным моментам Не знаю Почему не двигается графика Вот, получается Соответственно Ну, похожая ситуация Имейте ввиду Что может быть Что-то аналогичное Вот, поэтому И потом После этого взлететь Может цена Очень жестко Сколько может взлететь Ну, даже если Брят с текущих Я считаю Самая минимальная Тоже там Около 10 иксов То есть некоторые Ожидают Может быть 50, 100 долларов И так далее Ну, посмотрим То есть, опять-таки Там еще разлоки Имейте ввиду Но, по факту Я бы особо Не разочаровывался Потому что Монета в накоплении Здесь у нас Стоит Около Тоже там 650 дней Ну, классика жанра Да Вот И после этого Может быть Дальнейшее движение И, соответственно Как минимум Вот похожая ситуация Вот у нас Дивайдикс Если посмотреть На недельки Да И если посмотреть Вот здесь Вот файлкоин Похожая ситуация Пошел у нас Потом после этого Рост Ну, не знаю Работает фрактал Либо нет Но будет видно Еще интересная картинка Увидел В одном из телеграм-каналов То, что у нас Альтсезон Может начаться И вот, получается У нас Капитализация альткоинов Я так понимаю Без биткоина С учетом эфера Вот у нас Паника марта 2020 года Естественно Ну, и какая фаза была То есть, отрицание Паника, депрессия Потом опять паника Оптимизм Вера Ну, я бы сказал Здесь, наоборот Не веря было Потому что В районе 20-ки Никто там особо не верит Ну, если посмотреть Сейчас как раз таки Фаза у нас Дисболив Ну, и по сути Хоуп, надежда Ну, я не знаю Я бы не сказал бы Что мы тут Но это не точно Ну, я бы не сказал бы Что сейчас там Надежда и так далее Но, по факту Мы понимаем Что сейчас, наоборот У нас какая-то фаза Не депрессии Да, но вот Неверие Как раз таки Дисболив На данном этапе То есть, неверие Отрицание И максимального Скептицизма Я вот так назвал бы Поэтому, то, что мы там В эйфории Либо в надежде роста Ну, такое себе Вот, по поводу Что еще хотел интересного показать Да, кстати Просмотры у меня опять Начали расти Совпадения не думаю Да, вот давайте глянем Ради интереса Три недели назад Там, когда у нас Биткоин был под донным значением Болтался, да В районе 38 Ну, какие-то просмотры были Да, там Ну, получается Тоже они подупали Сейчас посмотрим Получается Две тысячи Ну, здесь еще более-менее Кстати, у меня было Три тысячи Три тысячи Сколько там было Три тысячи Вот последнее время Там что-то попадали Вот было Тысячи Там Две тысячи Две тысячи Три тысячи Пять тысяч Ну, вот постепенно Начали возврат Две тысячи Опять же такие Две с половиной Две с половиной Три-8 Три-4 Ну, это в последние дни Смотрите Три-2 Три-5 Три-8 Там Три-1 Ну, то есть Постепенно Начинает возрождаться Но это пока еще Люди не верят И смотрите Вот я написал Куда биткоин пойдет дальше Буквально 50 минут назад И 250 голосов большинство уже голосуют за 60 тысяч. Ребятки, а что ж такое? А почему же вы передумали? Почему вы переобулись? Вот. Поэтому перед этим я сказал, бычий рынок начался. Нет, не начался. Потом, соответственно, куда биткоин сходит впервые? Неделю назад спрашивал буквально. То есть неделя назад это было примерно выходные прошлые, там 10-11 февраля. И куда сходит впервые, большинство людей проголосовали за 35 тысяч. Я напоминаю. А неделю назад примерно, давайте глянем, какие это были отметки, как раз таки когда мы стояли вот здесь в боковике, но, естественно, многие уже поперебывались. Ну и давайте глянем. Да не, не в боковике, даже когда мы вот здесь летели уже, биткоин был в районе 47-48, многие ждали падения вниз. Ну, как мы понимаем, как я сказал, что некоторые собирались шортить с 52, поэтому, естественно, цена будет дальше. Ну, пидоится наверх. Граф люди не покупают, не знаю почему. Непонятно, хотя это топ-1 проект на искусственном интеллекте, да. И DeFi проект, Монеро тоже люди не покупают, когда он упал. 1-inch тоже не покупают, Stellar тоже не покупают, XRP не покупают. Вот. Потом, что еще? По какой цене будете покупать? Ну, здесь понятно. И потом, соответственно, разворот начался 2 недели назад, я спрашивал. Нет, это фейк отскор. Дальше пойдем ниже 38. Вот. Ниже 38 люди ждали 2 недели назад. Потом, соответственно, ждите ли биткоин ниже 40 тысяч долларов на текущей коррекции? Да, дали. 38-555, но, по сути, люди ждали, как мы понимаем, ниже 38 по факту. Да, 35-32. Вот. Покупаете ли альткоины? Нет. Жду ниже. Жду ниже. Хотя я говорил последние 3 недели, а то и месяц. Вот. Куда биткоин пойдет впервые? 3 недели назад я спрашивал. Как раз-таки это были отметки... Давайте глянем 3 недели назад. Это у нас что было? Это где-то было у нас конец января, начало февраля. И вот здесь вот как раз-таки, когда мы стояли в этой консолидации в районе 40-3000, я задал этот вопрос и люди сказали, мы ждем 30. Теперь, когда биткоин уже 52, они ждут 60. Ну, в принципе, как бы на моем канале, к сожалению, даже люди поддаются вот этим новостям, эмоциям и, в принципе, следуют за большинством. К сожалению, мне бы хотелось бы, чтобы следовали за мной, но люди все равно действуют так, как они действуют. Ну, человеку стоит сказать, только намекнуть уже, как вы видите, оно так и работает. Покупаете ли нео? Люди не покупают. Говорят, что нахер надо его брать, ты что уже, перезаревшая монета. Вот. И человек пишет, когда будет следующая коррекция? На каком уровне? Ну, то есть, ну, понятно, да? И, по сути, ну, какая нахер коррекция? Коррекция месяц назад была, и человек опять ее ждет. XRP пока не вырос, чего не взять, цена халява. Ну, тут я согласен, абсолютно. Но, как мы понимаем, то есть большинство теперь ждет продолжения роста. Совпадения не думаю, да? Вот. Далее, Пауэлл у нас говорит, что быть, либо не быть цифровым долларом, то есть CBDC зависит от Конгресса. Ну, типа того, что якобы от него это не зависит, это первое. А второе говорит, что играет решающую роль. Ну, и, по сути, быть или не быть. Да, вот они, Ripple тот же самый, уже был создан 36 лет назад, уже 40 лет практически эта технология разрабатывается. Биткоин тот же самый, да? И они все еще думают. И тот же CBDC, ну, официально, как было заявлено, с 17-го года, то есть, уже там 7 или 8 лет разрабатывается данная технология, и они до сих пор типа думают, вот, будет или не будет? Ну, конечно же, будет, ребят. Поэтому то, что там якобы быть или не быть, ну, вы же понимаете. Вот в чем вопрос. Ну, Гамлета, что ли, перечитали. Вот, поэтому CoinMarketCap биткоин преодолел важную отметку в 51 тысячу и продолжает дорожать. Ну, вот, опять же таки, видите, загончик биткоин продолжается, и, естественно, рабов системы будут подстегивать. Давайте, покупайте его. Потом какой-то чувак, Джейсон Ворник, не знаю, кто это, Робин Гуд, это у нас CFO, и финансовый директор Робин Гуда говорит, что биткоин ETF не затмят спотовую торговлю биткоинами на Робин Гуде. Ну, и, по сути, то есть, опять же таки, биткоин, биткоин, да? Платежный партнер у нас Binance, и это у нас Банкса, получается, получила лицензию управления по финансовому надзору в Великобритании. Ну, то есть, они расширяются в Европе. Те, кто говорят, что Binanceкам, ну, бред полный, понятно, да? CoinGecko говорит, что в декабре на блокчейне биткоина, ну, я так понимаю, вот этот Ronin, там, либо BRC20, у нас 42,1% объема торгов NFT. То есть, и, по сути, сначала у нас была сеть эфира, да, а сейчас уже сеть биткоина в том числе доминирует. И тема NFT возрождается, а это что значит? Бычий рынок начинается. Вот так вот я заифмую. Да, и так оно и есть. Форкс включил ТАИ криптофирмы в список топ-50 лучших финтекс-компаний. Это Chain Analysis, Fireblocks и Gauntlet вошли в 2024 году по версии Форкс. Ну, то есть, опять же-таки, когда начинают форсить вот эти компании криптовалютные, то есть, очевидно, особенно, когда начинают появляться они все NBC, на Блумберге, в Форксе, то, конечно же, это признак того, что бычий рынок зарождается и позитивно начинает постепенно нагонять. Суточный приток биткоина ETF вернулся к рекордным отметкам, и это примерно в день объем 655 миллионов, ну, а сейчас на данном этапе 13 февраля 631,2 миллиона долларов. Вот так вот. То есть, опять же-таки, на биткоин намекают. Какова вероятность наступления сезона альткоинов на этом бычем рынке? То есть, многие же говорят, альтсезона не будет, да? Ну, да, конечно. То есть, опять же-таки, многие оценивают вероятность, то есть, типа, может и не быть еще. Ну, и, по сути, считают, что ралли альткоинов не обязательно происходит тогда, когда деньги переводят из биткоина в другие валюты. А когда, интересно? Чаще всего, рост активов подпитывается притоком капитала на весь рынок, не обязательно, вызывая большой рост цен криптовалю. Ну, как мы знаем, все происходит абсолютно аналогично, и доминация биткоина может перелиться в альты, либо могут альты сначала параллельно расти, как они сейчас делают, а потом, уже когда биткоин отрастет до пиковых отметок, то, соответственно, ну, хотя бы там в район 120 тысяч, ну, типа, сделает перехай с 609, и будет выше сотки, тогда уже доминация будет переливаться в альты. Но, как мы понимаем, активно доминация будет переливаться уже 69 тысяч и выше. Обычно так и было и в прошлом цикле, то есть от двадцатки начали переливать. Криптокиты переводят средства якобы из полигона и кардана в новый токен AlgoTech. Ну, для меня это абсолютный бред, потому что какой в этом смысл? Даже если так и есть, то я не думаю, что они продают кардан и матик, потому что, естественно, данный проект у нас, я так понял, не залищен даже еще на биржах. Вот, ада кардана, как мы видим, продолжает расти, естественно, это намекает на то, что продавайте эти монеты, покупайте новые, но, как мы понимаем, естественно, это сделано для того, чтобы вы сливали свои монеты за дешево, ну, а киты покупали у вас, ну, за дорого, хотел сказать. Короче, вы продавали за дешево, а киты выкупали у вас и продавали вам потом за дорого. Вот и все. Потом далее, что у нас еще? Говорится, что рост биткоина выше 51 тысячи, надо все там открывать шампанское, повысил индекс страха и жадности до крайней жадности, но никакой жадности я лично не увидел. Да, понятное дело, люди попереобувались, ждут уже 60 тысяч, но по факту, как мы понимаем, вальткоины, мало кто сейчас заходит и вальтсезон никто не верит. Потом Питер Шиф, помните, говорил недавно, что может биткоин и 10 лямов будет, теперь он вчера сказал, что биткоин может подорожать до 100 тысяч долларов. Ну, когда такие люди, как Питер Шиф, выходят, вероятнее всего, может быть, и будет какой-то откат, либо наоборот, продолжение движения, да, и по сути сказал, что по поводу того, что он сказал там, может быть, биткоин вырастет до 100 тысяч, хотя он максимальный скептик и фанат золота, да, насколько вы помните, может вырасти 100 тысяч и даже больше, конечно, может, но я даже не думаю, что на это стоит делать ставку, а, ну, у него как всегда, да, поэтому это не совсем рост, ну, конечно, уже 3, практически 4 икса одна сделал в 15 тысяч, ну, не рост нихуя, да, золото, наверное, поприбыльнее будет, вот, сколько там, 10% в 100 лет, вот, не думаю, что у этого события достаточно преимущества, что это было бы кому-то интересно, я хочу сказать, что он уже 3 года идет в боковом направлении, но это как с XRP, ничего не напоминает, типа, вот, 6 лет не растет там, ну, и потом будет 150, он скажет, ребята, пора покупать, после достижения максимума 70 тысяч, а сейчас 25 год, не вижу следующего катализатора роста, ну, и толпа также, так как, за счет чего будет рост, и в 20-м году то же самое, или это за счет чего рост, ETF-ов нету, ничего нету, зачем сейчас растить биткоин, крупному капиталу надо еще ниже закупиться, ну, и что, закупились, потом биткоин сходил на 65, здорово, а потом на 69, вот, в Венесуэле много миллионеров, но на их миллионы ничего не купишь, поэтому биткоин будет расти, но в действительности расти не будет, ну, короче, опять скепсис, ну, и, по сути, говорит, что Питер Шива ожидает в 31-м году биткоин 10 лямов, но это произойдет, если доллар США пойдет, получается, ну, по пути скама, я так понимаю, ну, как мы понимаем, это абсолютный бред. Далее у нас искусственный интеллект рассчитал цену бонг, ну, естественно, как мы понимаем, что начинают опять зачем-то бонг продвигать, ну, мне лично непонятно, почему, хотя он уже иксы свои дал, но, видно, крупняку надо еще разгрызиться. По поводу монеты Пепе, да, тут был небольшой отскок на 40%, но это все хей, опять же-таки, сколько может показать эта монета, ну, 5-10 иксов, может быть, что-то и покажет, ну, я взял бы лучше Доги с Шибой, ну, это мое мнение, а там уже как хотите. Далее у нас из-за сжатия акций микростратегии, Самсон Моу объявил цену биткоина 5 лям долларов, ну, то есть, опять же-таки, как только биткоин пошел на 52, ну, до этого нам топили, говорили, что там пойдем на 30, 32 там и так далее, как только биткоин вернулся опять на полтинник, который выше, то нам говорят, ребята, на лям, на 100 тысяч, давайте, бегом, заходим. Вичейн подойдет инвесторам, пропустившим памп-шип и Доги. Какой нахуй памп-шип и Доги, если его даже не было еще? То есть, шиба и Доги стоят на месте. Ну, я не знаю, может, те, кто пишут новости в глаза, долбятся, но, по сути, какой там памп-шиба и Доги, не знаю, который был вот это месяцев 3 назад, да, или вот здесь вот, типа, вот это памп на 15%, ну, и, по сути, конечно же, говорят, ребята, пора покупать Вичейн. Естественно, как только он уже ебенит на 50% от вот этой коррекции, коррекция была 35%, то, конечно же, говорят, ребята, надо покупать Вичейн. Вичейн пора покупать, оказывается. Новость вышла сегодня с утра. Совпадение, да, какое? Вот так вот. И говорят, что типа, вы пропустили пам в 21-м году, вот Вичейн можно заходить, вот рост начался, вот пора заходить. Ну, конечно же, пора, ёпта. Да, до этого не заходилась коррекция, когда была. Какую криптовалюту лучше инвестировать? Недорогие токены с потенциалом роста 100x. Ну, давайте послушаем. Это какой-то Смог, это Спанж и Мими Комбат. Ну, конечно же, как вы думаете, эти монеты на хаях? Ну, конечно же, на хаях. Давайте я вам покажу. Тот же самый Спонж. Спанж Боб, да, у нас, естественно, давал перед этим иксы. И сколько иксов он здесь давал? Он давал около 10-15 иксов. Какая-то монета. Ещё давайте глянем. Смог. Ну, тоже недавно она появилась. По-моему, на базе Солана она сделана. Но, как мы наблюдаем, нигде её абсолютно сейчас нету. На Пенкиксвапе, может, она где-то торгуется. Сейчас она недель не залищена. Мими Комбат какая-то. И, получается, Е Тук-Тук какая-то. У нас есть монета. Тоже её не находит. Что у нас ещё? По-моему, есть... А, меня спрашивали монета Боб. Что ты думаешь по монете Боб? Это тоже по типу Пепе или Бонка того же самого. Можно ли купить? Ну, кстати, сейчас можно приобрести её. Вот 70% коррекции, если кто хотел. Но сверхвысокий риск. Опять же-таки, не надо рассчитывать. Ну, 5-10 иксов, может быть, и даст. Но, учитывайте, что она уже давала здесь иксы. Поэтому я особо ставку на неё не делал. То есть, опять-таки, сколько здесь было? 20-25 иксов. Может, даже 30. Поэтому я бы особо не надеялся. Ну, и какая-то монета Меми Комбат. Она тоже, по-моему, не залищена. Если глянуть обычная Меми, допустим, есть такая на Бинансе монета. Постепенно она выходит из этого накопительного канала. Рисует здесь, кстати, тоже похожая чашка с ручкой. Только, ну, немножко кривоватая или такая U-образная формация. Знанно оттолкнулась уже на 20%. Ну, в принципе, в долгосроке не ошибка. Поэтому, если кто хочет, можно взять. Кстати, по поводу КРТ Комбат. Тоже здесь данная монета у нас отросла. Она те же там 10-12 иксов. Можно было забрать монета Ant. Помните, тоже ее там якобы делистят с Бинанса. Продолжает пидуэйт наверх после объявления новости. Плюс 22% здорово. Поэтому Mavec тоже мне многие спрашивали, чтобы о ней потом будет вот такой безотказный рост и вы херк зайдете. Вот то же самое. 4 икса дала. Вниз пока особо не собирается. Да, будут коррекции в 30%. Может, даже в 40. Но монета может отрести там, не знаю, иксов на 10. Да, а потом дать коррекцию. Пускай даже в 50%. Но она скорректируется сюда. А зная это будет сколько у нас, это будет уже около 5 иксов. Понимаете, вот вам и показатель. Поэтому вопрос, с каких отметок эта коррекция будет. Далее у нас крупный банк балуется токенизированными ценными бумагами на Evalanche. И какой-то сетегрупп сотрудничает у нас с Wellington Management, Wisdom 3. Помните, который тоже на ETF подавал для изучения токенизации фондов на Evalanche. Ну и, конечно же, Evalanche, как только пошел в рост, начали партнерство появляться и так далее. Ну, совпадение не думал. Восстановились к тем же отметкам. Далее уже плюс 50%. Как и с Вичейном, ничего не напоминает. И уже начали выходить позитивные новости. Evalanche напоминает CBDC. Три криптовалюты, которые можно подарить любимому человеку на День Святого Валентина. Ну, давайте. Это Тия. Это Дот и Шиба. Ну, Шиба с Дотом еще ладно, но Тия уже отросла. Поэтому, конечно же, начинают продолжать продвигать эту монету, которая дала уже около 10 иксов. Какой нахер смысл ее покупать, непонятно. Ну, конечно же, если вы закупите, то потом озолотите свою вторую половинку, разве что тем, что она у вас в минусе, да. Вот. По поводу Дота уже плюс 30% тоже здорово. Кусама, которая тоже на Polka Dota сделана, она уже тоже восстанавливается. И уже здесь плюс 35%. Коррекция была 45%. Кто хотел, тут закупился. Ну, в моменте даже около 48% была коррекция. Ну, то есть, опять же-таки, люди чего-то ждали. Чего-то выцеживали, я напоминаю. Ну, это не было смысла никакого ждать. Ну, и монета SHIB. Я уже сказал, что вот SHIB с DOG можно взять. То есть, одна монета, по сути. BlackRock теперь имеет под управлением 100 тысяч биткоинов. То есть, они продолжают скупать, пока остальные чего-то ожидают, да. Далее. По возвращении метавселенной, Цукерберг рекламирует мета как лидера виртуальной реальности и альтернативной реальности гарнитуры над Apple. Ну, и по сути, как мы понимаем, такие проекты, как MANA, SEND, ELIS, TLM, DAR, они будут в тренде и уже, как минимум, они восстанавливаются. Пока что можно еще докупить. То уже половину коррекции мы сожрали. Что по MANA, что по SEND, что по остальным монетам. Уже мы восстановились на те же отметки. А то и перехай пошли, как это по V-Chain. Но, в принципе, никакого сильного роста пока что еще не было. И есть еще шанс зайти. Поэтому минимум 10X эти монеты покажут тоже. ELIS, я предупреждал. Ребята, вот была коррекция. Кто захотел, тот зашел. Сколько было? Около. Тоже там практически 40%. Кто захотел, тот закупился. Далее здесь плюс 27% уже. Здорово. Далее делаем. Давайте глянем. Здесь тоже была коррекция 40%. Кто мешал зайти? Люди ждали коррекции. В итоге плюс 30% уже монета аддонных значений дает. Далее DARK. Тоже самое. Была коррекция здесь 40%. Тоже уже восстановилась на 30%. Понимаете? То есть люди сидят, чего-то ждут. А потом такие. А, ну да, точно надо было закупать. Ну, а кто тебе виноват? Тоже 30% коррекции уже плюс 15%. Поэтому альты уже практически восстановились. А толпа так и ждет свою коррекцию. Ну, пусть ждет. Лайткоин ожидает февральское возрождение после медленного начала года. Ну и, по сути, торгуется выше в области поддержки. Ну, может спровоцировать падение, нам говорят. Ну, по сути, лайткоин мы понимаем, что еще не поздно покупать. Но нам нагнетают негатив, чтобы вы не закупались. Поэтому лайткоин сейчас можно еще добирать, если кто хотел это сделать. Далее. Почему 23 миллиарда долларов в биткоин-позициях с кредитным плечом не вызовут обвала цен? Вот так вот. Вот. Ну и, по сути, говорят, что там какие-то фьючерсы и при коэффициенте кредитного плеча трейдер не смогут покрыть свои позиции, значительно снижается. Ну, по сути, это бред. Биржи будут зарабатывать так и так на толпе. Ну, а по факту ETF ProShares, крупнейший ETF на фьючерсы к первой неделе, заработал 2 миллиарда долларов на управляемых активах. Далее у нас что еще? Прорыв. Когда на оценка потенциала прибыли в 45%, но говорят, что, несмотря на бычий прогноз, может спроцесс значительное снижение. То есть, опять же-таки, продолжают, как бы, ну, давать хомячкам то, что они хотят слышать. Что, типа, ребята, коррекция еще впереди. Сейчас будет еще снижение очень сильное, так что не надо покупать, а то и фиксируйтесь вообще. Почему Япония хочет остановить P2P транзакции, вот, и, по сути, правило повлиять 20 миллионов пользователей практически и стремиться обсудать мошенничество. Ну, и регуляторы, типа, давят и поменять более строгие протоколы передачи криптовалюты. Ну, и видите, специально, конечно же, это делается ради того, то Китай, то Япония, то есть азиатские страны начинают душить по поводу того, что сейчас там ты что? И многие начинают пугаться, и по факту мы понимаем, что это специально, чтобы люди не покупали. Потом взлом альткоинов какой-то произошел за последние 2 месяца, вот у нас там CUSA, и, несмотря на бычьи прогнозы цен, может повести к значительному снижению, тоже совпадение, да? И, по сути, какие-то там взломы, не знаю, то ли твиттеров, то ли что, не знаю, давайте глянем по поводу взлома, где тут это вообще было. И также игровое приложение было взломано какое-то, ну, якобы взлом двух альткоинов, может, перевод неправильный, давайте глянем, что у нас написано, брейкин, а, это просто новости. Ну, короче, в общем, и вошел в топ-5 с рекордными максимумами, то есть, никакого взлома не было, ну, это, видите, оно криво переводит. CUE, конечно же, продолжает пидорить, уже там дала почти 5 иксов, CUE, там около 10 иксов, по-моему, естественно, кто захотел, тот заработал. Опять-таки, я не закупал эти монеты и не жалею, абсолютно, поэтому мне похер, поэтому есть многие другие более перспективные проекты. Далее, что еще из такого интересного? Это то, что у нас компания собирается продать биткоины на 1,65 миллиарда долларов. Вот у нас Genesis, помните, компания, которая связана, по-моему, с биржей Gemini, могу ошибаться. Вот, также у нас беспокойность Digital Currency Group, тоже, помните, связана с этим всем, там, с Alameda, по-моему, и выкуп GBTC на сумму может обвалить цену. И это вчера было тоже пугалки, что якобы, давайте шортите, давайте продавайте. Потом у нас проекты на Atom, сеть DivideX, хотя DivideX у нас на сети эфира, насколько мы помним, и DivideX я уже показал, что, в принципе, ну, давайте глянем, можно ли с текущих ее брать. В принципе, даже с текущих можно взять эту монету, она находится на днище. По поводу самого Atom, давайте глянем. В принципе, тоже донные отметки, да, даже сейчас, если взять от Haya 25 года, мы в просадке минус 77%, поэтому ошибкой даже сейчас брать не будет, я считаю. Что еще по поводу этого, то есть у нас какая еще монета? Asmosis, ну, Asmosis поздновато, она дала уже XE, ну, а вот этот Torchain, Runa, ну, как по мне, тоже поздновато, потому что, как мы наблюдаем, уже она дала около, там, 7-8 иксов, если глянуть по поводу Asmosis, Asmos, да? Проект, доказавший свою честность и надежность TheStake.io. Я на нем за месяц лично заработал свыше 4 иксов и продолжаю делать большие деньги. Не упустите свои возможности, ссылка в описании под роликом. Данная монета есть на Binance, ну, и как мы видим, перед этим тоже она дала около 10 иксов, поэтому нахер я сейчас покупать, мне лично непонятно. Далее, предупреждение Curve Finance тоже, опять же таки, видите, на донных отметках топят, и новость вышла сегодня ночью. О поддельном приложении в App Store, какая-то, выдающих себя за них, и также сообщила, что Google Play установила поддельное приложение Uniswap, тоже ноябрь 22 года, как раз таки на всеобщем обвале. И давайте глянем CRV, есть ли смысл сейчас покупать, что у нас происходит. Конечно же, я думаю, специально сейчас топят, чтобы вы не откупали донное значение, здесь было ну, тройное, а то и четверное дно, уже плюс 20%, но максимально топят, чтобы вы там якобы, вот, негатив по поводу Curve Finance, нахер надо покупать, ну и конечно же, вы такие на панике, ой-ой-ой, не буду покупать. И тогда тоже взлом, помните, был, когда мы падали. Ну, вот, АЕФ тоже еще можно пока что взять. То есть, многие монеты лежат на днище. Вот, взять от Хая 21 года, минус 85%, почему не купить, непонятно. Далее, разрекламированная институциональная компания, БАКТ, помните, может оказаться на грани краха и 150 лямов может обвалить. Тоже, видите, пугают сегодня толпу с утра, а потом там пугают тем, что сейчас у нас там Genesis продаст или Grayscale опять вернется и будет продавать. Ну, короче, одна и та же бредятина. По факту, как мы понимаем, никакого падения и близко сейчас не будет, и мы будем, скорее всего, дальше пидорить наверх вплоть до 60 тысяч долларов. Поэтому, такие вот дела. Всем удачи, всем пока. Ну, и делайте выводы, ребят, понимайте, что сейчас вас могут водить за нос, продолжать это делать. Ну, а альты постепенно и уверенно будут расти наверх. Всем удачи, всем пока.